Ну что мы сегодня хотим с вами поговорить? Ну, во-первых, ситуация становится все хуже, как мы выясняем. Что интересного можно рассказать по этому поводу? Мы, к сожалению, с обеих сторон совсем не эпидемиологи, как это сказать, и не эти самые анестезиологи. Единственное, что я веселого видел, в Медузе написали, что в среднем в России по 27 аппаратов искусственной вентиляции легких, по-моему, на 100 тысяч населения. Я не помню, то ли на миллион, то ли на 100 тысяч. В Италии их было всего 8 штук на 100 тысяч. В Испании, по-моему, 49 или около того. В Англии, по-моему, 12. Это хотя бы радует, ну вот хоть что-то у нас вроде веселое. Вот, что на самом деле интересно, это то, как мир пройдет через все то, с чем он сейчас столкнулся. Ну, во-первых, понятное дело, что выживут только сильнейшие. А итальянская экономика, которая и так находилась в состоянии стагнации последние лет 20, она, видимо, уже не переживет последний кризис. Ну, в каком смысле не переживет? Значит, дефолт, конечно, Италия не объявит, и у нее останется подушевая безопасность, которую ей в случае чего предоставит ЕЦБ. Но итальянская экономика и так находилась в очень печальном положении. Это, в общем, одна из очень немногих экономик, в которой подушевая ВВП сегодня остается... Ну, вот я сейчас не помню, надо посмотреть на самом деле статистику, но, по-моему, в прошлом году он все-таки немножко превысил уровень 2000 года. Но, в принципе, в мире не так много стран, в которых за нулевые и начало десятых годов, я в последний раз смотрел в том, в 2016 году, подушевой ВВП не вырос, а упал. Значит, вот если сравнивать, да, 2018 год по сравнению с 2000 годом. Значит, и одна из таких стран, это, собственно говоря, Италия, другая Зимбаббе. Если сравнивать, например, с 1991 годом, то там у Италии одни из самых плохих показателей темпа просто. Хуже, по-моему, только у Украины. У Украины и, по-моему, у того же самого Зимбаббе. Надо вообще посмотреть повнимательнее. Но, тем не менее, да, в общем, итальянская экономика – один из таких лузеров в мировом развитии. Понятно, что у итальянцев за послевоенные десятилетия исключительно быстрого развития был накоплен очень большой жирок. Итальянцы создали и очень мощную промышленность. До сих пор во многих отраслях мощного строения, на самом деле, итальянские компании доминируют. Просто мы их не замечаем, потому что это, как правило, производство очень сложной промышленной продукции, которую мы просто не видим на наших прилавках. Но вот то, что в Италии до сих пор производятся самые мощные в мире спорткары, самые дорогие автомобили, это мы как-то видим. И в некоторых отраслях, да, опять же, которые касаются, например, примерной обработки заготовок, там они умеют делать очень сложные станки, которые умеют делать очень сложные детали, в свою очередь. То есть у итальянцев все это долгое время как-то их спасало, накопленное за послевоенные годы. Но и сейчас, видимо, Италия, она окончательно превращается из великой экономической державы, которой она была во второй половине 20-го века, да и в первой тоже, она превращается во второстепенную региональную европейскую державу. Но это само по себе интересно, да, пожалуй, первая сторона из списка таких великих западных стран, она уходит с этой арены, и она превращается в страну там второй и даже третьей степенную. Больше Италию уже как великую державу воспринимать, наверное, невозможно. Ну, в общем, посмотрим дальше, кто за ней пойдет. Вполне возможно, что мы находимся в начале такого великого изменения в ориентирах, когда те державы, которые там правили миром в 19-м веке, в 20-м веке, они будут понемногу сходить с этой сценой, и Италия в этом отношении, как самое слабое звено, видимо, стоит на первом месте. Но само по себе это просто интересно посмотреть на это со стороны. Ну и, конечно, моя любимая Украина. Украина ситуация не то что плохая, она просто катастрофическая. Дело в том, что внешний долг Украины составляет 73 миллиарда долларов, это двое больше доходов бюджета украинского. То есть ситуация... Ну, для России там 73 миллиарда долларов внешнего долга, это не составляет ничего интересного. Это из-за того, что там золотовалютные резервы, только золотовалютные резервы, составляют 550 миллиардов долларов. Для России, ну, не считая там всяких других резервов, в фоне национального благосостояния, ну и так дальше. Это для России, там в Роснефтегазе лежит очень много денег. Это для России. Для Украины 73 миллиарда долларов – это неподъемные расходы. Больше того, Украина тратит на обслуживание внешнего долга, то есть, грубо говоря, просто на выплату процентов. Больше трети своего госбюджета. Ну, это просто фантастические деньги на самом деле. И больше того, Украина сейчас просто не может занять новых денег на рынке. МВФ кредита не дает. МВФ требует свободного рынка земли и много других условий. Вот, на открытом рынке сейчас деньги, естественно, Украина может занять только под совершенно бешеным, безумным процентом. Что будет с украинской экономикой дальше – непонятно. Украина уже несколько раз находилась на границе дефолта, и каждый раз она из этой ситуации умудрялась выйти, но только для того, чтобы платить еще больше процентов. То есть, вполне возможно, что для Украины было бы намного разумнее уже давным-давно объявить дефолт, чем сейчас тратить на только обслуживание долга 37% бюджета. Сейчас, когда экономика находится в тизлейшем положении, когда большое количество людей вообще непонятно, что будут делать в условиях тотального карантина. От понедельника в Киеве не ходит даже общественный паспорт. В стране, в которой у большинства людей денег просто на покушать, на оплату каких-то элементарных услуг ЖКХ, есть максимум на 1-2 месяца, у некоторых даже и на это нет. Совершенно непонятно, что будут эти люди делать в условиях глобального карантина. Понятное дело, что у государства денег, которые бы оно могло им выплатить, как американцы, скажем, каждой семье выплатили по 1000 долларов в начале карантина, естественно, ничего подобного у них нету даже и близко. Нам не содержать несколько миллионов человек, вот украинский бюджет нет в состоянии. Что будет с этим бюджетом дальше, непонятно, но украинское население последние годы демонстрирует удивительную покорность, то есть это совершенно потрясающе, когда в ответ на какие-то очередные повышения тарифа во много раз, ну и такие вещи, происходит вообще никаких массовых волнений. Украинское население, которое очень гордится своим свободолюбием, когда по всем телеканалам рассказывают о том, что нужно выйти на Майдан и с вернуть пристанную власть, оно совершенно не реагирует ни на какие изменения социально-экономические. В тех условиях, когда где-нибудь во Франции миллионы людей выходят на протесты против каких-нибудь повышений тарифов, снижения зарплаты и так дальше, ну и только во Франции, во всей Европе. Украинское население очень покорно воспринимает абсолютно все происходящее. В общем, таким покорным населением, которое не способно ни на какой протест, наверное, украинским властям будет относительно несложно перейти через этот кризис, хотя, в общем, не совсем понятно, что ограничивает людей, которым буквально нечего. Есть в буквальном фигуральном, да, а просто хлеба нет. А что будет ограничивать этих людей от того, чтобы выйти на улицу и попытаться, мы не знаю, кого-то пограбить в магазине. Ну, опять же, еще раз говорю, что украинское население, оно наслежит очень высокую лояльность. И, кроме того, за последние 6 лет, да, значит, в Украине была создана очень мощная система подавления и репрессий, да, значит, по главе ее структурации АВАКОВ, очень независимый министр, про которого, значит, про которого говорят, что он делатель президента. Говорят, что он в Украине, говорят, что он ушел в Порошенко, когда сказал ему в поддержке. Считается, что Порошенко собирался объявить вольное положение и тем самым отклить выборы. А, значит, но с этим не согласился АВАКОВ, у которого, значит, то есть в ресурсе Порошенко, и в итоге Порошенко был вынужден такие выборы провести и, значит, плить. И сейчас, как говорят, он точно так же пытается сурить Зеленского, в общем, поставить кого-то совсем послушного по отношению к себе. Не знаю, как это у него, значит, получится, такой вот делатель королей, да, значит, как, как его там, Граф Орли, по-моему. Ну, вот, как у него это получится, получится ли у него там задавить, он был, собственно, инициатором, значит, отмена общественного транспорта в Киеве. Вот, как у него что получится, непонятно, но, в общем, Украина, по-моему, ходит в очередную фазу турбулентности. И, в общем, как говорил один наш мыслитель, великий, мы в прошлый раз его уже упоминаем, кажется, значит, наследник идей, значит, театра философа на троне Марка Аврелия, как говорил наш современный Марк Аврелий, до лета доживут не все. Ну, такое бывает. Значит, пойдем дальше. Привет, собрат. Ватик, привет, привет. Что думаешь о будущем Прибалтике в связи с кризисом? Будет ли инфляция? Нет, никакой инфляции не будет. А в Прибалтике будет не инфляция, а в Прибалтике будет как раз дефляция, скорее всего. Потому что в условиях, когда у вас с одной стороны рушится экономика, а с другой стороны исключительно надежная валюта, потому что евро – это одна из самых надежных валют в мире, и никакие проблемы с итальянской экономикой здесь ничего не изменят. В конечном счете, евро – это валюта трех страхов – Нидерландов, Германии и Франции. Да, Италия и все остальные здесь играют второстепенную роль. А французская экономика, ну, пока вроде бы с ней непонятно, на самом деле, что происходит. У немцев удивительно малое число умерших, просто настолько малое, что там либо объяснение в какой-то, ну, либо что немцам очень сильно повезло, либо у них действительно очень эффективная система здравоохранения, либо что еще более, не знаю, вероятно-невероятно, это то, что они все-таки муклюют цифрами. Ну, просто удивительно маленькое число погибших от коронавируса, там буквально в десятки раз меньше, чем в Италии. Вот, то есть германская, нидерландская и французская экономика в целом переживают этот кризис довольно неплохо. Вот, соответственно, посмотрим, но, в общем, евро, скорее всего, останется довольно належной валютой. Ну, и в условиях, когда у вас рушится экономика, ну, понятно, экономика при Балтийских странах неизбежна в этих условиях, обрушится, потому что кризисы всегда, в первую очередь, касаются самых слабых. Они, в первую очередь, всегда затрагивают периферийные экономики. Вот, евро у вас стабильный, а, значит, экономика у вас падает, у вас, скорее всего, наоборот, цены поползут вниз, конечно, в итоге. В России инфляция возможна, но здесь уже вопрос немножко, немножко из другой сферы, но, скорее всего, в этом году инфляция тоже будет не очень высокой. Не потому, что у нас все хорошо, а, скорее, потому что у нас все очень плохо. Вот, так что в этом отношении в Прибалтике инфляции, в принципе, не надо. Надо бояться того, что вы лишитесь работы. Вот, пишут, после открытия границы выхожу на работу в Эстонии, программисты. Но теперь, думаю, не взлетят ли там цены и не приостановится ли рост зарплаты. Удача на стриму, спасибо за все. Ну, рост зарплат приостановится неизбежно. Здесь нужно думать не о росте зарплат, здесь нужно думать о том, что те, у кого к июню месяца останется работа, они, что называется, будут завидовать мертвым, да, как в том любимом мультике про остров сокровищ, да, живые позавидуют мертвым. Вот, если у вас к июню месяца останется работа, ну, в общем, я думаю, вы будете большим счастливчиком. Потому что у многих уже работы сейчас нету, и если вы надеетесь, что к июню месяцу вы станете богаче в плане дохода, чем сейчас, вы очень сильно ошибаетесь. Сейчас единственное, на что вы можете надеяться, это что вы просто, значит, останетесь на том же уровне потребления в течение ближайшего года. Через год, как говорят, все-таки уже будет вакцина. Хотя, каким будет мир через год, это тоже большой вопрос. Вот, пойдем дальше. Значит, пишет Лорн Малво. Привет, Вата, не слишком ли ты оптимистичен? Возможно ли вообще дефолт США при таком катаклизме? Какой курс доллара к рублю ты видишь? Ну, курс доллара к рублю, мне кажется, сейчас вот тот, который установился, он... Опять же, я еще раз говорю, что курс доллара, цены на нефть и так дальше прогнозировать ее невозможно физически. Ну вот, значит, поэтому все вопросы, про какой будет курс рубля, это вопросы в никуда. Дальше. А что с того, возможен ли дефолт США? Нет, невозможен, потому что американцы всегда имеют возможность напечатать доллары. Дефолт США невозможен, это правда. Другое дело, что доллар может обесцениться. А насколько это реалистично, мне кажется, что нет. То есть, мне кажется, что сейчас доллар остается все такой же самой надежной валютой, валютой, как и, собственно, все остальные. Самой надежной валютой в сравнении со всеми, со всеми, со всеми остальными. Пойдем дальше. Дальше.